Истории создания бизнеса Тяньши. История 11. Как пожертвовали малым ради великого. На праздничную конференцию в честь второго дня рождения корпорации Тяньши в 1997 году было приглашено 10 тысяч гостей. Подготовка велась на высшем уровне. Красочно оформленная сцена на центральном стадионе города Тяньцзиня. Известнейшие в стране ведущие, а среди приглашенных представители правительственных и государственных структур, журналисты, звезды эстрады и деятели культуры. 1 августа в гостинице Юань-Янь в Уцине не осталось свободных номеров. Она была заполнена участниками праздничной конференции. И еще тысячи участников устремлялись в Тяньцзинь на поездах, автобусах и самолетах. Вся корпорация была погружена в счастливую атмосферу праздника. И в это время пришло уведомление от правительства Тяньцзиня. В нем сообщалось о том, что в связи с предстоящим открытием 15-го съезда КПК, для обеспечения безопасности все массовые мероприятия должны быть отменены. Сложно описать состояние организаторов. В компании подсчитали экономические и репутационные убытки. Предстояло объяснить ситуацию многочисленным партнерам по бизнесу, принести извинения уважаемым гостям со всего Китая и из-за рубежа. В этот момент даже господин Ли Цзиньюань, всегда отличавшийся сдержанностью, пришел в ярость. Он отправился в правительство, чтобы стукнуть там кулаком по столу. Но очень быстро мудрость взяла верх над гневом. И создатель компании этой же ночью провел с руководящим составом корпорации рабочее совещание, основной мыслью которого было понимание того, что ради великого надо пожертвовать малым. То есть, чтобы обеспечить общественную безопасность во время 15-го съезда Компартии, надо отменить праздничную конференцию Тяньши. 3 августа на территории головного офиса были проведены 5 отдельных мероприятий, на которых господин Ли Цзиньюань и вице-президенты корпорации убеждали участников понять простую истину. Надо приложить все усилия, чтобы съезд партии прошел успешно. Ведь если бы не было государственной политики реформ, то не было бы и Тяньши. А значит, не было бы у всех присутствующих здоровой и обеспеченной жизни. Тяньшисты поняли ситуацию и разъехались по домам. В этот раз господин Ли Цзиньюань, пожертвовав малым ради великого, выполнил свой долг перед государством и перед партнерами по бизнесу. Решение об отмене праздничной конференции получило высокую оценку Комитета Коммунистической партии Китая города Тяньцзиня, правительства и главного торгово-промышленного управления. Продолжение следует... Продолжение следует...